здрасте друзья вы на канале одного из наиболее авторитетных политологов израиля авраама шмулевича здрасте авра добрый день юрий добрый день друзья с вами ведущий юрий гемельфаб и сегодня у нас много вопросов и начать я хотел бы с предстоящей атаки ирана сейчас уже стало ясно что соединенные штаты направили 4000 морских пехотинцев на ближний восток и туда и сюда же идет авианосно-ударная группировка во главе с авианосцем авраам линкольн израиль тоже готовится вам ваше видение вот этой ситуации ну ситуация такая что иран с одной стране обязался ответить с другой стороны да явно боятся серьезного удара иначе воде его нанесли еще раз почему то то что то что сделал израиль отвечает что беспрецедентное наверное не не имеющие аналогии в истории мировых спецслужб израиль уничтожил одного из ключевых союзников ирана в день инаугурации президента ирана то есть в принципе мы могли бы уничтожить кого угодно включая самого президента самого президента был нанесен удар в самом не просто самое сердце корпус стражи исландской революции хания был убит в гостевом доме специальный тайный гостевой дом который предоставляется до особо важных и особо охраняемых гостей как именно была осуществлена эта ликвидация неизвестно и мы это не знаем и даже если вам это скажет как любит брить сам один мой грузинский долг даже если он скажет это скажет правду мы ее все равно не не узнаем есть несколько версий вот сейчас не имеет значения что именно там произошло хания убит таким же образом мог бы быть мог бы быть убит видимый президент ирана и руководство корпуса стражи революции верховный лидер и я думаю в иране хорошо сейчас помнит высказывание нашего высшего политического военного руководства в начале войны что если иран перейдет красной линии то мы будем уничтожать высшее иранское руководство лидеры ирана примерно примерно так было сказано должны знать что они могут ответить своей жизнью за войну и израиль показал что может сделать не случайно был выбран именно выбрана именно это место именно этот день очевидно что скажем в баке они где живет послужил постоянно они его легче было наверно убить это иначе выбране в день инаугурации президента когда всевозможные меры безопасности были сделаны но израиль тем не менее показал что может это сделать то же самое было такая же психологическое такое же психологическое давление израиль применил и в ответ на иранской массовым массированный ракетно-авиационный удар вы помните когда они с одной стороны нет ни одна иранская ракета не принесла никакого ущерба а с другой стороны израиль уничтожил против систему по его радары системам по воду потому что мы иран принципе защите перед нами вот так что я думаю что у иранских у иранских айтол есть серьезный повод для размышлений лично я считаю что нам было бы выгодно большая война выгоден удар ираном который мы бы имели полное право ответить со всей нашей мощью которую израиль несомненно имеется во первые я уже мы об этом с вами уже говорили израилю рано или поздно придется расправиться с хизбаллой хизбалла это угроза которая все время нависает на нашими северными границами кстати вот израильские международные СМИ все время пугают нас хизбалла 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 но если вы посмотрите что это такое даже если вы откроете векпедию например там векпедия говорится что хизбалла имеет на вооружении имеет подружжем 20 тысяч бойцов из них три с половиной тысячи спецназа радван и порядка еще 50 тысяч резервистов то есть силы это небольшие израиль вполне может размазать просто по стенке учитывая что вполне нам могут помочь и другие силы которые находятся в иране в ливане то есть принципе войти в ливан уничтожить на корню хизбаллу мы можем опять же я прошу прощения но вы назвали странные цифры 20 тысяч под ружьем 50 тысяч резервистов а я читал там 130 тысяч под ружьем это значит это то что написано векпедии опять же есть разные источники в любом случае что такое хизбалла это шииты ливана да у них не так уж много населения в ливане населения меньше чем в израиль из них шииты составляют меньше половины процентов 40 и не все из них поддерживает хизбаллу может быть тут имеется ввиду прокси всякие иранские силы которые наемники которых иран навербовал и продолжает вербовать в афганистане в ираке в других странах в любом случае это силы которые не сравнимы с ираком и терпеть постоянную угрозу севера постоянные убийства наших граждан не высохло кофе этих 12 детей из машины сам шанса в тот же день был убит еще один израильтянин житель одного из еврейских кибуцов на гаванах и это все продолжается бесконечно уже с этим нужно покончить хизбалла должна быть уничтожена эта сила которая хочет уничтожить израиль значит мы должны уничтожить ее и сейчас наиболее лучшее наибольшее наиболее хорошая благоприятная возможность для этого тоже касается и пуситов сегодня кстати один из лидеров один из так называемых генералов пуситов был убит причем убит в ираке предполагается что это сделали американцы или англичане но тем не менее красный почин мы с таким же образом можем таким же образом можем нанести удар и по руководству пуситов йемене возможности у нас для этого есть опять же возвращаясь к хизбалле жители машин шанса когда-то приехали израильские министры кричали почему когда ударили один беспилотник по тель-авиллу вы разнесли в половину половину йемена почему берут до сих пор стоит и почему хизбалла до сих пор жив знаете вот этого лидера наса уничтожили в его квартире в его квартире в беруте то есть очевидно они все живут очень низко скрываясь то есть он наверно не первый день день ночует в этой квартире в любом случае израиль не пытается даже не пытается уничтожить лидеров хизбалла прекрасно знаем где скрывается насрава у него есть система подземных бункеров во время ливанской войны израиль пытался кстати у него за по его уничтожить сбросили бункерную бомбу но она не пробила эти укрепления которые там были но мы сейчас есть более мощное оружие то есть пытаться как минимум уничтожить высшее руководство хизбаллы а не уничтожать просто какие-то шестерок мы мелких офицеров которые находятся в границе мы вполне можем то есть еще раз наша стратегическая задача уничтожение военного потенциала хизбаллы все военные возможности у нас для этого нет если мы этого не будем делать хизбалл как уже 10 лет обстреливает даже больше наши границы каждый день убивая наши граждан так она и будет продолжать это делать ситуация сейчас вернулась к той которая была до шестидневной войны я напомню чтобы сирийцы удерживали голланды из голланды каждый день обстреливали север израиля наши кибуцы поселение каждый день были жертвы на протяжении 10 лет практически пока израиль взял и не вычистил голландские высоты не занял их полностью сейчас точно такая же ситуация возникла в ливане ливан с территории ливана хизбалла часть ливанского государства и ливанское государство тоже ответственно за это каждый день обстреливают наш север у нас несколько десятков тысяч человек беженцы и они не могут вернуться домой пока хизбалл существует может какие бы договора вы с ней не заключали если даже они будут заключены террористы прекрасно показали что верить им нельзя они завтра же может могут на могут снова начать обстрел как обычно то что делал хамас это что правительство израиля терпел помните все эти случайные обстрел вдруг вылетают ракеты из газа они грустно короткое замыкание мы не знаем или товарю другая ракета ищем ищем израильское правительство кивало головой да извините короткое замыкание мы понимаем давно убили там кого-то разрушили попали но мы отвечать не будет привело это к тому что привело тоже та же самая ситуация будет и на на север и если физически уничтожить руководство хизбалл и не разгромить эту организацию сейчас повторяю этот наилучший момент американская администрация не способна что-то сделать понятно что американцы будут возражать против это вот собственно всегда они нас сдерживали при всех президентов в этом смысле политика америки не очень-то сильно изменилась при байдене всегда америка препятствовал тому чтобы израиль окончательно разгромил наших врагов при всех даже при регионе вот сейчас сейчас повторяю ситуация благоприятные американцы не смогут вмешаться они не смогут надавить на и серьезно на израиль потому что это ударит их электоральным перспективам современная по действующей администрации они могут только шипеть как мы сейчас передали разговор американская страна передала детали разговора байдена и который состоялся утром и байден позас требовал от нетаньяу не вмешиваться требование наносить удар сгубил ему сказал что ты вешаешь мне лапшу на руки на уши то есть байденского нетаньяу они могут шипеть сколько угодно серьезную вещь сделать не могут арабские страны которые являются сейчас нашими союзниками арабские эмираты как этот же бахерин тоже выдачусь он был в катаре хранение в бахерине в бахерине москве есть дипломатические отношения так вот арабские страны и бахерина эмираты и саудовская аравия они много больше чем мы обеспокоены ситуации в иране иранская угроза в том числе ядерная для этих арабских стран много более серьезно даже чем для нас и поэтому будут с радостью приветствую нашу дарь помогут нам даже и ордания с которой у нас есть мирный договор номер достаточно холодный тоже прекрасно понимает что в случае усиления ирана правящая династия не удержит кашемистской династии не удержит своей власти сейчас уже достаточно давно происходит то что иран старается создать в в иордании подполье поддерживает экстремистские с вами ски организации которые выступают против действующей королевской власти то есть иорданская иорданский совершен прекрасно понимает что усиление ирана это у конечно угроза для израиля но это смертный приговор правящей королевской династии и сейчас кстати отправился министр иностранных дел и ордании отправился в тегеран как пишет спать в попытке остановить этот самый иранский удар который мы обсуждаем то есть международная ситуация наиболее благоприятна для нас что касается военного потенциала то мы пока еще во всяком случае сегодня на голову превосходим возможности авиации возможности пво которые есть у ирана сегодня опять же один из иранских политических деятельности но к третьего уровня это бывший депутат иранского парламента потом депутатом двух созывов но то сейчас он не является действующим депутатом сказал что иран уже уже разработал и и запустил поставил на вооружение ядерное оружие русского у нас уже есть и я уже правда ли нет неизвестно он даже если она есть она еще не в том состоянии что представлять вопрос для израиль и съезд в речь идет пары боеголовок тем более мы должны нанести серьезный удар по ирану с тем чтобы окончить разно-вселено связанный программ это шанс который бывает раз в десять лет и если израиль не воспользуется израильского руководства наше не воспользуется этой ситуации скира действительно несет серьезный удар мы должны ответить со всей возможной мощью если бы это не сделать будет просто преступление перед народом израиля который вам выльется очень большой кровью так что до ждем ждем ответный удар ирана и я надеюсь что нашего руководства хватит то что называется яиц хватит мудрости в этой смелости ответить на этот удар со всей силы и покончить с иранской угрозой сегодня у нас есть возможность покончить с иранской угрозой раз и навсегда пока еще иран не усилится сегодня идет и проходит сообщение о том что россия поставляет в ран какое-то вооружение то есть известно это да 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 переданы современные системы это еще не ясно что есть что известно и даже комплексы скандер у меня вопрос а что россия дефакт вступает войну с давайте разберемся значит на самом деле что мы знаем достоверно это то что несколько тяжелых транспортных самолетов ил из москвы из московного родов приземлились в цигане что они привезли неизвестно есть сообщение в прессе по моему первым это опубликовал опубликовал издание ираном сервер такое издание которое специализирует в английском языке которые специализируются по ирану не очень дружишься на израиль прямо скажем она сообщила что что в иране что в иране развернуты системы мурмыск эти системы системы радиоэлектронной борьбы честно говоря вряд ли они помогут ирану потому что украинцы это обходит достаточно легко ну последнее это то что они подводную лодку потопили в севастополе подводная лодка в степях украины погибла в воздушном бою ну я уже в цирке не смеюсь тут уже ну насколько тут это не задействует самый мурманс я не знаю но во всяком случае это современное оружие действительно израиль показал что он умеет обходить российские павел неоднократно ну украинцы тоже повезем это могут делать снова вот есть сообщение это неподтверденные сообщения по другим сообщениям я пытался проследить их источник нашел только первые источники в российской прессе заметьте что россия подставила ирану ракеты эскандер вот это уже серьезно ракеты эскандер это ракеты полистические ракеты которые могут нести сотни килограммов взрывчатки это серьезное оружие и если действительно так если эти эти ракеты будут применены против израиля мы израильское павло даже украинское павло можете с ними им справляется не всегда но тем не менее а израильское павло ну я думаю что мы справимся с этой угрозы но это будет означать прямое вступление россии в прямую войну против израиля не прокси какие-то не поставки вооружения и мой участие в вооруженных действиях я и думаю что тогда израиль должен будет ответить соответственно рассматривать россию как своего врага кстати мы еще не получили ответ который мы тоже вас мы с вами спрашивали мы не получили ответ на вопрос откуда и каким образом попало российское вооружение хамаса огромное количество мы с вами демонстрировали даже по моему видеокадры когда говорили после 7 октября огромное количество боеприпасов там медицинских пакетов и мины оружие российского производства было захвачено в газе в том числе используются боевиками хамаса для вторжения откуда она туда попала как знала ли россия об этом опять же хизбалла использует российское оружие на все время обстреливают ракетами карнет это противотанк минуточку про проханов александр проханов а он где не скрывает он на голубом глазу там устроил шоу гладил этот карнет как любовницу и говорил давай жги танки меркова и это не пытались даже удалить подтверждают саша проханов он большой любитель хамаса но все-таки не официальное лицо хотелось бы ответ от официально российский риск ну что когда еще впервые карнеты были поставлены сирии еще до начала гражданской войны в сирии то россия взяла на себя обязательства что эти карнеты не попадут не будут использованы против израиля они про это обязательства забыли на россии это ладно почему забыли израильские власти почему мы не предъявляем россии официально претензии о том что они их оружие которые не представляют убивают наши граждане и у нас север и ливана то есть на север наших границ и в на юге в газе почему россия не ответила за это почему израиль делают вид что это так и нужно что ничего подумаешь россия поставляет оружие да вот мы в поэта само по себе является казус бели то есть повод к войны мы должны потребуется от россии или прекратить эти поставки изъять поставленное оружие что они конечно не сделают тогда относиться к россии как противника что участвует боевых действий против нас и второе есть все-таки эти слухи о поставке ради систем радиоэлектронной борьбы и поставки баллистические ракеты скандер окажутся верными тогда просто нужно понимать что мы воюем в том числе и с россией и таким образом израиль должен действовать опять же еще раз мой вопрос к нашему правительству с россией то мне все ясно тем более если ясно с избау и с хамасом а почему мы закрываем глаза на протяжении нескольких лет на то что россия систематически поставляет оружие нашим врагам вот хотел бы услышать этот вопрос а тогда у меня вопрос россия сможет воевать на два фронта если израиль серьезно включится война я думаю что нет очень многие в россии разумные сказать эксперты они тоже об этом и военачальники даже об этом говорят потому что зачем россии лишний враг но смотрите советский союз у тоже не имел никаких причин воевать с израилем тем не менее включусь по пути полномасштабную войну вот такие антиеврейские антисемитские предрассудки они в российской правильной правящей элите достаточно сильны вот и никуда не делись поэтому я думаю самое простое объяснение вот они любят нас точно так же они любят арабов именно поэтому они поддерживают иран именно поэтому они поддерживают тех арабов которые пытаются уничтожить израиль в этом смысле ничего не изменилось не с царских не советских рима было какой-то не очень небольшой период когда этот российский государственный антисемитизм никак не проявлялся но это было недолго и россия заняла совершенно сознательно сторону наших врагов повторяя на поставляет оружие на практически непрямую участвует войне против нас опять же я напомню вам слова ники хейли кандидат бывшего по слову он ее бывшего кандидата кандидата президента когда она приезжала недавно в израиль она прямо сказала что российская разведка помогала хамасу и помогала хамасу планирование атаке 7 октября действительно разведка у него на высоком уровне не знаю это все в подрасположение систем электронной борьбы системы разведки системы наблюдения внутри нашей базы понятно они свои не могли это с вами получить вот то есть ники хейли достаточно авторитетный человек и очевидно что она говорит дает до приводе привела данные которые она получила от соответствующих американских органов спецслужб разведки армии и и маша правительство тоже опять на это никак не ответила и вот есть меня пригласили на конференции на которой выступают пресс-конференции на которые очень задают вопросы тоже не таньягу галанту и другим вашим руководителям я бы этот вопрос заводил но хотя я член союза журналистов израиля меня в эти конференции не приглашают а те кого приглашают такие вопросы не задают а вот там сдавать их нужно воспользуемся нашим эфиром еще раз просим что правительство израиля сделала с тем фактом что россия систематически поставляет оружие хамасу и хизболеет оружие убивает наших граждан как россия как наше руководство прокомментирует слова ники хейли и других экспертов о том что россия прямо участвовал в планирование атаки на израиль 7 актера поставляла хамасу разведывательные данные и наконец как израиль ответит если россия действительно поставить сейчас ирану оружие которые будут использованы для ударов по израиль я в этом плане могу только добавить что понимаете меня уже в шок повергает то что как в россии любят иран вот я сейчас подемонстрирую то что в украине они даже показывают флаг с к самым сулеймане это знаете это анекдот это фотография февраля этого года действующим российские военные но российские военные связаны с чешского собственно кто хизбол обучал это никого не секрет хизболу в ливане и в сирии обучали российские военные вагнеровцы и представители российской армии воевали причем плечом к плечу поставляли оружие тогда это не секрет вот и да это такие настроения которые существуют в российской армии фотографию которую вы видели опять же вопрос нашего руководства что мы с этим собираемся делать да я соглашусь с вами но вот такой интересный вопрос вот разведка и наша и американская и британская в качестве наиболее вероятной даты иранского нападения называет двенадцатая тринадцатая августа это девятая ава день когда евреи оплакивают разрушение первого и второго храмов и вот знаете вот может я паранойя может мне уже лечиться пора но место за впечатление что практически все крупные атаки на израиль происходят в наши религиозные дни это так или не так вот действительно достаточно часто это происходит ну во первых эти дни не дни эти которые идут сейчас эти поста 17 тому за дня когда был разрушена стена иерусалима и до 9 когда был полностью взят штурмом иерусалима сожженных храмы первое и второе это произошло в один и тот же день это согласно нашей традиции это дни которые неблагоприятны народу израиля когда враги народа израиля имеют получают какую-то силу действительно огромное количество травмных событий нашей истории происходило именно в этой теме это уже мистика так сказать тот уверен в то торе кто-то верит нашим святым текстом он для него это не удивительно но с другой стороны известно что с те же самые немцы специально выбирали такие-то нееврейские праздники ультравдных дней день для проведения акции уничтожения евреев то есть они где-то дополнительное издевательство над евреями было что в данном случае я сказать естественно не могу вот может быть иранцы специально хотят сделать еще более больнее евреям может быть они сами верят в то что написано нашей традиции наших святых текстов что эти дни неблагоприятны для еврейского народа вот но нет в том посмотрим но в любом случае надо понимать что такого рода даты это все-таки элемент скорее психологической войны день нападения он скрывается всегда кстати написал опубликовано западной прессе например сообщение что иран может ударить завтра в понедельник к этому вообще не нужно никак относиться правда это неправда мы не узнаем так вот никогда это элемент психологической борьбы истощить противника заставить его нервничать когда уже он немножко расслабиться на протяжении напряжение слишком долго тогда нанести удар заметить ту же самую тактику использовал 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 путин при нападении на украину была одна дата потом другая потом в эту дату ничего не произошло все расправились идут бац российские войска начали вторжение это вторая классическая тактика то что лучшее что я могу вам советовать друзья просто не обращать на все эти даты никакого внимания игнорируйте сообщение когда уран иран нанесет удар когда он сможет и когда он будет будет считать что ему он получит наименее наименее слабый ответ с нашей страны просто мы должны быть готовы должны быть готовы куда вы в любой момент но от нас с вами от рядовых граждан ничего не зависит то есть будем нервничать не будем ли не нервничать будем мы сидеть и дрожать или люди сейчас боятся выходить на вот пусть там куда-то детей вывозить на природу и так далее живите нормальной жизнью потому что у нас война в нашем регионе уже идет три с половиной тысячи лет вот я надеюсь что наша разведка и наши пво будут готовы к этому удару если он если он все-таки произойдет вот но слишком зацикливаться на всех этих датах слух и так далее не стоит просто здоровье дороже я согласен с вами полностью но вот такой вопрос сегодня несколько часов назад в холоне был мужевой таракт погибла женщина 66 лет и мужчина 80 лет но террорист нейтрализован тут он из поселка салфит в самарии якобы он психически болен но тут вот что любопытно там в местных чатах тонны буквально тонны пропаганда и насилия детальный список советов как выбирать нож карта тела с пометками то есть понимаете вот это суть палестинского террора убить двух пожилых евреев на праздновать как больную победу у меня создается впечатление что там не один психически больной а вся деревня лечить пара причем радикально медными консервативными уже на мой взгляд они не помогли я бы сказал что это я бы сказал что это суть так называемого искусственно созданного палестинского народа который был создан палестинско-палестическая нация была создана исключительно с одной целью уничтожить государство израиль что касается психически больного то сейчас и арабы пресекли что как бы больным относятся менее более сочистен да и они объявляют любого террориста больным сейчас они психически больной но серьезно относиться не нужно к этому не нужно я помню как-то при мне будь ему произошел теракт в хевроне и израильские солдаты ранили террориста он лежит на носилках вот якобы умирает там корреспонденты его снимают он все умирает уже последние минуты жизни вас там очень герой пострадавший от израильских оккупантов а стоят израильские офицеры военврач объяснил обсуждают кого куда его везти один из них предлагает вести его в адасу в иерусалима я радостно то и предлагает вести в больницу алия и арабская больница в хевронов в хевроне и тут поднимает голода посадится ведь только в адасу вот это то что я видел но чтобы они цели он понимал что ему все-таки действительно был ранен да и понимал что шанс у него много меньше вот так что это такая игра они будут объявлять всех своих террористов психическими больными почему нет но психически больной не психически больной он спланировать терактом проник на израильскую территорию это не имеет значения опять же та пропаганда которая идет в арабских медиа арабских социальных сетях вот она из любого направлена именно на уничтожение израиля поддержку террору что касается мер которые нужно применять нет можно понять применять в плане консервативные меры в израиль и действует удивитесь уголовный кодекс и поэтому пользуясь случаем называемый его можете все прочитать называется он закон об уголовных наказаниях государства израиль в переводе марата дорфмана издание 2010 года он есть совершенно бесплатно в интернете вы можете его найти у меня в телеграм-канале во всяком случае он тоже есть читается как детектив и там есть статья о пропаганде террора о поддержке террора поддержки террористической организации и призывы к убивать евреев фотографии орудий убийств возможных поддержка совершенных терактов являются уголовным преступлением согласно закона государства израиль и попробуйте сделать такой эксперимент и вам не совета его делать напишите у себя в социальной и сети призыв к убить к теракту против кого-нибудь израильского действия опять же не призывает эксперимента и уверяю вас что очень быстро вы столкнетесь с шабаком из полиции почему эти арабы которые на таком же понятно для наших полиции спешу спешу в чистом арабском языке призывают при публикует призывы к поддержке террора к убийству евреев к одобрению совершенных терактов призывы совершить новые почему наша полиция с ними не делать любой житель этого салфита который и любое друг другого населенного пункта в иудее самареи на территории собственного государства израиль где угодно потому что салфите действует израильская все-таки израильские уголовные кодом и любой человек который совершает такое преступление даже если он находится вне израиля она подлежит ответственность призыв к убийству израильтян почему эти люди которые публикуют вот такого-то пропаганду в интернете мог делать совершенно свободных никто не арестовывает почему царь не заходит в этот салфит и не привлекает к ответственности те кто пропагандирует все мы все время пишем и действительно так что в арабских садиках на территории тоже иудеи самаре с детского сада или детей учат быть шахидом убивать евреев соответствующие постановки спектакля сказать они разыгрывают ходят эти маленькие дети с поясами шахидов автоматами развешиваю портреты террористов такая пропаганда которая идет с детского сада она идет в том числе на тех территориях которые вполне могут добраться израильские правоохранительные органы почему мы не пресекаем это почему-то пожалуемся в соцсетях а где наша полиция где наш доблестный шабак почему эта пропаганда не пресекается причем опять же время отрывания публикует информация о том что подобного рода действия происходит даже в школах и в садах востоке и русалима собственно наши столицы в арабске естественно где наши органы почему они с этим не борются почему это не пресекают так что вопросы опять же есть вопросы я в личном заду если у меня была такая возможность но наши официальные журналисты почему-то не задают вот и это вполне русской конвенциональные способы мы можем не прибегая каким-то радикальным мерам которых вы говорите в покое покончится это пропаганды точно так же как бросание камней которая стала просто рутиной на дорогах в иудее самаре в америка если вы бросите камень в приезжающую машину в калифорнии поэтому 27 лет лишения свободы да это покушение на убийство то же самое на самом деле по израильскому уголовному кодексу но опять же никто на это внимание не обращают бросают камни даже задерживают потом пускают мы сами не боремся с тем терром из той пропаганды террора которые существуют вопрос нашим гостям почему это происходит они ждут еще одного 7 октября да это верно но следующий вопрос касается газы в газе на границе египтом обнаружен трехметровый тоннель через который могут проходить автомобили грузовики да понятно что он не последний но отсюда также понятно что уходить из филательфийского кредора коридора нам просто явно противопоказано но понимаете тут возникает два вопроса два в одном во как дальше мы будем строить отношения с египтом потому что идут эти тоннели на минуточку на сенай и второе вопрос а какова теперь то будет наша дальнейшая политика в отношении газы уходить оттуда явно нельзя потому что я не военный человек но даже мне понятно что стоит уйти из филательфийского коридора через такие вот но рачки через к в которых грузовик ну смотрите ребята что-то уже просто невероятно может туда же тонн десятки то сотни тома оружие пойдет вот два вопроса в одну более того было сообщение что что официальное сообщение армейское что и армия знает что десятки тонн вы боевого снаряжения находятся на складах по ту сторону израильской и египетской границы и если если царь оттуда уйдет из из этой границы филательфийский коридор который мы говорим соответственно границы между между сектором газа и египтом так вот если мы уйдем вот это значит в последнее время силу 162 дивизии и при силу при подразделении я вам это инженерные войска ведут работы по обнаружению разрушению подземных туннелей то есть к моменту в настоящем моменту силы обнаружили десятки разрушили десятки туннелей то есть еще раз это официально армейское сообщение 162 дивизия до разрушила десятки таких туннелей ни один и ни два не три а сколько еще не обнаружено не известный израильский основной генерал генерал брик который часто выступает с критикой армии он недавно не слушаю интервью он говорил что на самом деле то что он рассказывает нашей израильской армейской руководство это полный блеф мы не контролируем филандофийский скоридор то есть мы можем контролируем землю но под земной находится огромное количество туннелей которые израиль не обнаруживали себя и не обнаруживаешь тему эту генералу брику пишет и звонят резервисты которые там службы мы знаем что она под на под нами идут туннели ваша начальство ничего с этим не делать вопрос даже другой эти эти туннели как вы правильно заметили и ведут в египет эти грузовики которые мы видели в фотографии они заезжают из египта в эти туннели а потом они должны еще пересечь откуда они берут эти тысячи тонн военных грузов где-то есть склады в глубине египта они должны пересечь сенайский полосток который прекрасно просматривается где наши союзники египтяне как бы да мы где наши союзники американцы которые по камдевицкому соглашению тоже обязаны контролировать совершенно верно по камдевицкому соглашению американцы за на себя обязательство контролировать то что стороны не будут нарушать демилизатализованный статус сенайского полостока то есть то что египет завозит позволяет завозить через свою территорию эти грузы которые потом используются против нас все это вооружение и так далее и даже просто контрабанду который продает хамас и с этого живет это прямое нарушение камдевицкому соглашению с этим должна бороться американцы почему они это не делают причем наше правительство опять же не поднимает вопрос и туннель существует не вчера даже я слышу интервью отставных офицеров нашей разведки которые говорили что им просто известны были по долгу службы имена египетских офицеров которые отвечали за этот туннель то есть это каждым туннелем был какой-то офицер который за него отвечал он получил деньги какой-то процент контрабан денег которые получили за контрабандные товары которые проходят вот он проходит туда в том числе оружие понимаете мы знаем даже фамилия офицеров которые этим занимаются страны египта где протесты конце концов что стоит это самый камдевицкий договор тогда если египет практически если называть вещи своими имена своими именами он вооружает хамас опять же мы с вами это говорили в нашем первом эфире после 7 октября в нескольких эфирах я вас вынужден поправить в среднем раз в месяц мы с вами поднимаем этот вопрос все тысячи тонн вооружения которые хамас использует использовал до сих пор сейчас только что были снова обстрелы израильской территории сектор газа который уже зачислен да вот все эти ракеты все эти бомбы все современные уже оружие взрывчатка и так далее они получают как через эти тоннели через египетскую территорию почему мы молчим почему не требуем от египта прекратить это действует ли уже комдевицкий договор по сути нет и какая вероятность того что один прекрасный момент мы будем вместе с иметь дело с вторжением не просто боевиков хамаса а регулярные египетской армии тем более что египетская армия в принципе готовится совершенно открыто к войне с израилем опять же где наше руководство почему она ничего по этому поводу не говорит хотелось бы узнать что по этому поводу думает герца о леви голланд нетаньяго но вот почему-то они своими соображениями не делятся вынуждены делиться мы понятно теперь вопрос у меня о событиях в соединенном королевстве дело в том что там уже после событий в саутгемптоне начались настоящие уличные столкновения и местные они против аллах акбаровцев уже воюют пока что кулаками пока я подчеркиваю мигранты кричат аллах акбар это теперь наша страна и так далее местные с этим мягко говоря не согласны но дело в том что многие аналитики вот я читаю они всерьез заговорили о возможности гражданской войны в великобритании ваше мнение действительно в англии в курортном маленьком городке саутпорт было зарезано несколько девочек маленьких девочек 10 лет когда ручь занимались страциальным кружки убийца это мигрант точнее он сам рвандеец то есть африканец негр его родители приехали в англию из ванда в качестве беженцев он родился уже на территории англии но это им помешало ему зарезать своих так сказать новых сограждан есть разные связи относительно его религиозной принадлежности некоторые официальные английской власти вообще долго даже не называли его имени боясь и на такой реакции время просочился в социальные сети в социальные сети и какие-то сми писали что он родился в филистанской семье потом принял ислам аль джазира катарский канал это опровергло так что я не знаю что он там что у него с религией и вы кстати не поверите но официально что он психически не уравновешенный то есть зарезать несколько человек у него хватило вот то есть это повторяется мода уже всемирные те кто выходит на протесты в англии тысячи человек которые просто кричат нам надоело когда премьер-министр storm их новый премьер-министр англии приехал в этот городок тему кричали кричали убийца сколько это может продолжаться безконтрольный организм безконтрольная иммиграция главная деятельность исламистских организаций которые беспрепятственно ведут в англии пропаганду сегодня вот здесь вчера уже вынесли приговор 10 лет одному из руководителей такой организации шейху который в течение многих лет в своих мечетях вел пропаганду против британии призывал даже не против израиля призывал к ликвидации британского государства государственного строя замена его шерифа шерятом таких людей в англии очень много и правительство реально ничего не делает плюс бесконтрольный бесконтрольный приток мигрантов вызывает все более больше больше разложения у власти если в начале когда были открыты ворота когда склонили в эти миллионы беженцев стран третьего мира европейские элиты надеялись что они просто ассимилируются и через пару поколений станут такими же англичанами как скажем барит джонсон у которого как известно прадед из турции а прадед 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 вообще черкешинская полу него прадед был министр внутренний взял турции вопроса ротации лит но это не произошло это уже очевидно что политика открытой тире потерпела фиаско опять же понятно с чем это связано с тем что есть современный информационный мир все эти социальные сети до этого телевидения средства связи ведут к тому что иммигрант который прибывает в европу ментально находится на своей родине еще даже иногда больше радикализируется гражданской войне в англии я честно не думаю хотя не специалист по великобритании хотя бы послушать все кто живет там но ситуация накаляется то не только в англии в европе сейчас происходит столкновение с одной стороны участвуют вот эти вот так называемые правые активисты не все из них реально правы и активисты просто люди которые надоелась сегодняшняя ситуация вот часть из них входит в какие-то правы организации наверно но опять же западная либеральная пресса любит всех противников иммиграции все противник ислама взывать радикального ислама и политического ислама обзываться всякими нехорошими словами и заверяющие садиров входят в какие-то организации говорят опять же английские сми что члены вот эти те кто устраивает эти выступления столкновения с полицией громят место места проживания мигрантов они являются членами некой организации лига обороны англии с другой стороны лига обороны англии более чем еще в тринадцатом году официально прекратила свое существование и было интервью с ее основательно который подтвердил что уже ни в чем не участвует то есть эта организация как бы уже не существует она продолжает что-то организовать мне кажется все таки это не организованное право а действительно значительное участие населения англии уже все надоело беспредел который творится тем бы не был убийца по вероисповеданию большинство против протестующих убеждены что он не представляет радикальный ислам поэтому вот направленность против мечети и так далее но нет проблем с которой сказал сказал сталкивается вся его израильский и европейский политический стаблишмент пытался решить ее тем что выставлю в том числе тем что выступать против израиля это одна из причин антиизраильской политики те же самого британских либаристов немецкого руководства руководства франции так далее они думают что если будут выступать против израиля они задобрят своих на сумму новых мусульманских пицца граждан но мы идем где-то не происходит посмотрим но то что и наш то за что европа боролась на то она и напоролась мне и честно говоря не очень жалко потому что именно европа не давала нам если бог не дает нам расправиться с нашим террором именно европа является главным спонсором хамаса опять же еще раз где деньги которые получает хамас большая часть из них идет или из оон через тоже печально известная организация помощи палестинским бедащим который в израиле официально до объявленной террористической организации а с очередь баку получает эти деньги из в основном из евросоюза из америки или из европы есть если я ошибаюсь порядка 40 процентов идет из оон денег которые получал администрация хамаса в газе порядка 40 процентов из оон порядка 30 процентов из европы порядка 20 процентов из сша и порядка чуть меньше десяти процентов от арабских стран памяти да вот то есть его по финансируют арабский террор мусульманский террор против нас финансирует хамас финансирует палестинскую администрацию вот она ответка то что называется полетает она но а теперь вернемся конечно девочек конечно безумно жалко тоже как жалко этих ребят детей из мажор самцы которые погибли под обстрелами хизбаллы тоже жалко вот этих пенсионеров женщина 66 лет и мужчина 80 лет евреев которые были зарезаны сегодня но это принципе звенья достать одной цепи если мне если за террор террор террористы получают вознаграждение в том числе материальные если то же самое bbc и кстати как и украинское правительство между прочим отказываются до сих пор признать хамас террористической организации вы знаете что bbc своих передать официальный был ответ еще предыдущим консервативного правительства своих передачах не называют отказались отказались но кстати вот вы выступаете очень много в поддержку украины справедливо то вы знаете что украинское правительство до сих пор отказывается признать хамас террористической организации и может стоят украинским израильским друзьям украины которые действительно украину сделают очень много и все-таки потребуется украинского правительства наконец-то признать хамас террористами это было вполне вполне место то получается что украина выступает единым фронтом с ираном из россии это как немножко странно хамас признан террористической организации в большинстве в германии в многих других европейских странах вот то есть процесс идет правой украине тоже включится но тем не менее второе европа поддерживает исламистский террор против нас европа выступает против того что против попытки израиля справиться с этим все время нам связывает руки но вот и имеет то что имеет к сожалению опять же действие террористов они направлены против простых европейцев простых граждан великобритания те кто принимают решения высоких кабинетах они чувствуют себя в безопасности да я согласен но тут речь идет и о нашей израильской проблеме это капланист прости господи после того как и иран объявил что он нанесет ответку было распоряжение командования службы тыла о том что такие вот массовые мероприятия они теперь не разрешаются так вы знаете что они сделали они в своем закрытом чате в ватсапе опубликовали рейтинг опасности вот сейчас я его сочетаю это шедевр список тех кто представляет опасность для государства израиль по их мнению на 10 месте йеменские хуситы на 9 ирак на восьмом сирия на седьмом турция только на шестом хамас в секторе газа иудеи самареи на пятом хизбалла и иран а теперь далее на четвертом месте ультра ортодоксы паразиты я не ругаюсь я читаю то что есть и уклонисты от службы в армии на третьем месте экстремисты радикалы и националисты бенгвира и смотрится второе место антисветская антилиберальная антисионистская анти демократическая партия ликуд на первом месте семейства нетаньяху я кончил у меня вопрос простите пожалуйста это что уже сумасшествие как она передается я не знаю воздушно-капельным или половым путем мне это неизвестно или это открытая попытка ликвидации израиль изнутри такое же сумасшествие к сумасшествия этих теористов которые смотрите уже давно известно и публикованы документы в графе практически официальные заявления нашей разведкой армии что мы большую роль в решении хамаса нападные напастные зале ставить саму демонстрацию на улице капу на демонстрации с призывами не идти в армию не выполнять приказы слова руководства эти демонстрации что у и это нягу правительство когда начнется война не будет ни армии и не масла не разведки не масса да не шабака не армии что собственно произошло как мы видели слова о том что трупы труп право плывут по реке яркон слова о том что гражданская война это вполне допустимая вещь которую говорили левые экстремисты и это привело к тому что вот хамас решили что наша страна раскол это к счастью оказалось не так мне не расколота но тем не менее существует до коги которые выступают совершенно безумными заявлениями тьмы тех которые вы протестировали которые практически разжигают гражданскую войну и играют на руку нашим противникам опять же почему мы мы с этим не боимся есть соответствующие уголовные статьи поддержки террора есть статьи об отрицании еврейского и демократического характера государство согласно нашей конституции но писанной конституции нет но есть конституционные законы израиль это демократическое и еврейское государства и точно даже те кто отрицать демократических акций государства, они являются нарушительными законами. Точно так же те, кто отрицает еврейские акции государства. Почему одних преследуют, а других нет? Почему эти подстрекательские воззывы, подстрекательские действия во время войны, которые совершенно очевидно играют на руку нашим противникам, они остаются без внимания нашей спецслужбы и соответствующего ответа? Это подстрекательство, это призыв к гражданской войне, это призыв к убийству, по сути дела, государственных деятелей, когда вы заявляете, что семейство даже, да, не сам, являются большими, на порядок большими врагами, чем Хамас или Ирана. Хамас мы должны уничтожить. Ставится в тот небольшой решается, небольшой силогизм, да, логическое уравнение, что нужно сделать семейство Наталья. И попытки покушения, кстати, на него уже были, да. И он недаром ходит с охраной. Это охрана не только против внешнего, против каких-то террористов, возможно, Хамаса или Ирана. К сожалению, это существует. Опять же, наша прокуратура, наши правоохранительственные органы известно, какую позицию они занимают. Поэтому правый экстремизм у нас еще преследуется, а левый экстремизм просто прошляется. И люди, которые служат, в том числе, и в государственных структурах, силовых структурах, они в том числе, известно, что есть из них, те из них, кто поддерживает совершенно антигосударственные антидемократические взгляды. То есть, да, это не сумасшествие, это вот такое еврейское болезнь, скажем так, желание уничтожить государство Израиль, желание, точнее, уничтожить всех, кто видит будущее, настоящее государство Израиль, по-другому, чем видите вы. Это желание более сильное, чем желание бороться со своими врагами. Это очень печально. Это привело нас уже к той войне, которую мы имеем. И уже есть призывы, раздаются призывы в таких левых организациях с того, не идти в армию, отказываться выполнять приказы, отказываться идти в Милуим. Это антигосударственная деятельность, а мы платим за нее в своей округе. Да, к счастью, их не так много. И их подавляющее меньшинство это внушает оптимизм. И в заключение, Авраам, я хотел бы задать мой вопрос. Он не совсем по теме нашей беседы, но это топовая тема и обойти ее нельзя. Это обмен российских политзаключенных на убийцы бандитов и последовавшая за ним пресс-конференция. Друзья, я вчера в беседе с Светой Герасимовой высказал свое мнение и в тайм-кодах будет дана ссылка на мое мнение, но хотел послушать вашу точку зрения. Что вы по этому поводу думаете? Во-первых, эта тема действительно важна для нас, потому что, как мы говорили, Россия превратилась в нашего врага. Россия уже поставляет нам оружие, то есть поставляет оружие нашим убийцам, нашим врагам. Россия уже поставляет нам развед информацию и, может быть, завтра она примет участие в этом ударе, который нанесет Иран по нам и в противодействии со стороны Ирана у дорог, которую мы несем в ответ. Так что действительно нужно хорошо присмотреться к той ситуации, которая складывается внутри России. У нас есть чем ответить. Если Россия, да еще, опять же, Россия вмешивалась и пытается вмешаться в израильские выборы, об этом даже наши спецслужбы говорили, раскачивает ситуацию. У нас были данные, достаточно авторитетные все, вы можете с ними ознакомиться, что Россия пытается внести раскол в израильское общество, точно так же, как они делали в Америке, она внедряется в наши социальные сети и так далее, и так далее. То есть Россия заняла позицию врага против, врага Израиля. Это нужно признать и, соответственно, еще образом ответить. Поэтому, да, нам интересен вопрос, что если себе представляет российская оппозиция, мы можем с ней сотрудничать в деле противодействия подчеркоподинскому режиму. Поэтому, да, я очень внимательно слежу за ситуацией внутри Российской Федерации, внутри российской оппозиции. К сожалению, совершенно неутешительные у меня впечатления от этой пресс-конференции. Напомню, что были освобождены несколько российских видных оппозиционеров, то есть глав российской оппозиции. И вот конференция, пресс-конференция, которую дали трое из них, это Владимир Карамурза, Пивоваров, один из Адников Навального, Илья Яшин, тоже из видной российской политики, происходит впечатление какого-то детского сада, на самом деле. То есть я не услышал, казалось бы, мне хотелось услышать на вопрос, как вы собираетесь бороться с Путиным? Какая у вас программа? Как вы собираетесь этот режим сбросить? Ничего не было сказано. Единственный внятный призыв был ослабить санкции, которые Запад вводит против россиян, потому что, внимание, многие россияне, вот они общались, эти самые оппозиционеры, с ГБшними, которые их конвоировали, эти ГБшники полностью обещанены, что Запад враждебная организация. Вот если будут россиян, представлены, российские граждане перестали выдавать, или почти переставали выдавать визы, они не могут выезжать на западные курорты, делать шопинг в западных магазинах, учиться в западных вузах. Вот если все это отменить, как сказали эти оппозиционеры, то, наверное, россияне поймут, что Запад не является их врагом. Полный какой-то детский сад. Ну, во-первых, сложно поверить, что они реально считают, что если этих ГБшников и их жен будут выпускать за покупками в Париж, как выпускали раньше, то они присмотрят свои отношения к Путину. Опять же, мы живем не в сталинское время, информация, она совершенно открыта, и те россияне, которые поддерживают войну, поддерживают путинский режим, их много. Действительно, есть россияне, которые выступают против, тысячи человек сидят в тюрьме, те же представители оппозиции, но и значительная часть их, больше, чем несколько процентов, явно больше половины. Во всяком случае, достаточно много. Те, которые искренне поддерживают путинский режим и войну, они это делают не в ситуации информационного вакуума. Любой человек, в том числе этот ГБшник, который конвалировал Яшина или Карамурзу, он может зайти в интернет и прочитать все это, все что он может. Пока еще в России нет эффективной блокировки интернета, есть выпрямления, есть другие способы. То есть, получить информацию любой сторонник Путина может, он ее получает, любую. Так он выбирает ту, которая ему нравится больше. То есть, это дело не в свободе информации. И в этом смысле, казалось бы, действительно, политика Запада может быть не очень эффективна, но я вам, например, ожидал услышать, как сделать так, чтобы оказывать поддержку именно, чтобы санкции были более избирательны. Действительно, те люди, которые выступают против Путина, они получали какую-то поддержку Запада. Что санкции на них не распространялись, но была какая-то помощь. Я этого не услышал. Я ожидал услышать приблизительную программу, программу того, что они, собственно, собираются делать. Карамурза, замечательный человек, все образованный, благородный, все в тюрьму. Он несколько раз повторял, что как историк, я вам могу сказать, что российский режим и советский режим, и режим Российской империи развалился за три дня. И так будет с путинским режимом. Во-первых, как историк, я тоже могу сказать, что это неправда. Лично это на меня даже оскорбляет, потому что я в своей молодости принимал участие в диссидентском, правозащитном движении, в движении борьбы за репатриарство. И то, что Советский Союз развалился, это был результат десятилетней борьбы, которые советская оппозиция, которые советские диссиденты из западной страны вели против советской власти. Мы, вот когда я был в России, мы подписывались с риском для свободы, многие отправились в тюрьму, и против меня было вызвано дело по за ней советскую агитацию и пропаганду. Мы требовали от Запада введения жестких санкций против российской экономики. В конце концов, они были введены при регионе поправка Джейка Словейника, принята американским седаном, которое затруднило торговлю с Россией и Западом. В результате советская экономика развалилась. То же самое касается царского режима. В течение, в том, с Чадаева, наверное, с Радищева, даже с Екатерины II, почти с полутора, полуторые сотни лет, российская оппозиция вела борьбу против царизма и мирную, и словом, и оружием. И, в конце концов, это привело к восстанию в Петрограде и тому, что царский режим упал. Это было не потому, что кто-то щелкнул пальцами и за три дня он исчез. Это была целенаправленная морбовая оппозиция, когда Карамурзам не заявляет, что ничего делать не нужно, что, да, он говорит, Путин, конечно, путинский режим рухнет, а как он рухнет сам по себе за три дня? Ну, это, извините, какой-то детский сад, когда тот же Яшин заявляет, что он вообще не знает, как заниматься российской политикой внутри России, вне России. То есть, он считает, что, когда он сидел в тюрьме, он занимался российской политикой, вообще Россией можно внутри России заниматься политикой. Но это детский сад, извините, я ожидал услышать от российской оппозиции программу, как, что, собственно, они хотят делать, как они видят самую, как они называют прекрасную Россию будущую, Потому что есть масса проблем, понятно, есть различные вариантов, каким может стать режим после ухода Путина, который, как они верят, видите, испарится в воздухе. Ничего этого не было. Это какой-то детский сад, люди, которые не являются политиками, которые не могут за собой никого повезти. Потому что они просто не могут предложить вообще ничего внятного, ни одного внятного слова о том, как должно выглядеть борьба с путинским режимом, как они представляют падение Путина, кроме того, что он сам с собой свалится за три дня, я не услышал. Поэтому, к сожалению, рассчитывать на эту оппозицию не приходится. И да, Израиль, если дело дойдет до открытой конфронтации с Россией, то есть об этом уже дошло, только мы уже не разговариваем, только израильский истаблишмент должен это признать. И если Россия не прекратит свою враждебную деятельность против нас, мы должны будем вынуждены начать ей противостояние, в том числе на внутреннем фронте. Но действующая российская оппозиция, это не те силы, которые могут сыграть какую-то роль в прогрессе Путина, в которых противники существующего режима вне России, могут хоть как-то опереться. Вот, к сожалению, тот вывод, который я вынес из этой конференции, вообще из-за доброго наблюдения над системной, так называемой, российской либеральной оппозицией, никакой угрозы режима она не представляет. Авраам, спасибо вам огромное за интереснейшую беседу. Друзья, я напоминаю, вы слышали точку зрения одного из наиболее авторитетных политологов Израиля, Авраама Шмулевича. Ну, я напоминаю другое. Во-первых, выводы делать только вам. А во-вторых, несмотря ни на что, Ам-Исраэль-Хай, народ Израиля жив. Ам-Исраэль-Хай, от Авин-Хай. Народ Израиля жив, и жив еще наш отец. Прорвемся. Конечно, прорвемся. Подписывайтесь на канал Авраама, подписывайтесь на его телеграм-канал. Вы обратите внимание, друзья, правила Ютуба очень строгие. И далеко не все то, о чем мы сегодня говорили, я мог подтвердить кадрами. Ну, например, вот столкновение в Великобритании. Например, то, что сейчас реально вытворяют капланисты в Израиле. И вот был, например, случай, когда какая-то мамзель левая, она чуть ли не с кулаками напала на женщину. Дайте это. А я не могу. Правила Ютуба таковы. Вот не могу я это показать. Там был случай, когда женщина, религиозная женщина, сделала замечание, это будет участвовать в капланистской демонстрации. Это реально есть видео, видео, которое я описывал. Это в телеграм-канале есть. И содралась ее, говорит, религиозная женщина, содралась ее головы парик. Вот. И все это записано на камеру. Полиция начала расследование. Посмотрим, чем оно закончится. То есть это уже, в принципе, факты насилия, эти капланистские демонстрации, демонстрации на всеми с кем они, кто с ними не согласен. Вот поэтому подписывайтесь на наши телеграм-каналы, подписывайтесь на мой Ютуб-канал. И да, в связи с тем, что с Авраама сняли монетизацию, за то, что якобы он, это не он, замечательно, вот такая формулировка, прошу по реквизитам в описании, поддержите канал Авраама и до встречи. До встречи, друзья. Удачи!